Свет и тень Оптика – наука очень древняя. Еще задолго до того, как люди узнали, что такое свет, они стали использовать его свойства на практике. С одним из них мы сейчас познакомимся. Ой, какая яркая лампа, даже глазам больно. Катя, открой глаза, иначе ты ничего не увидишь. А я и так ничего не вижу из-за яркого света. А ты попробуй зайти в тень. Ну вот, совсем другое дело. Рома, как ты считаешь, почему свет теперь не бьет Кате прямо в лицо? Ясное дело, почему. Ведь теперь есть преграда между глазами и лампой. Лучи эту преграду обогнуть не могут, и поэтому свет не попадает на Кате на лицо. Ты верно подметил, что световые лучи не способны огибать преграды, так как распространяются по прямой линии. Это и есть один из законов распространения света. Световые лучи не способны огибать преграды, так как распространяются по прямой линии. Это и есть один из законов распространения света. Именно прямолинейностью распространения световых лучей объясняется образование теней. Вы видите, на пути света от источника стоит преграда, мяч. Что мы получаем? Стена освещается источником света, и только в центре появляется темное пятно, тень, так как лучи света туда не попадают. А вот теперь в качестве преграды стоит лист с круглым отверстием посередине. И все равно в тени остается та часть стены, куда световые лучи попасть не могут. Мешает преграда. На стене получилась тень такая же, как Рома. Это еще раз наглядно показывает, что световые лучи распространяются прямолинейно. Преграда на пути света образует тень. Пространство, куда не попадает свет от источника. И эта тень по форме точно повторяет предмет, который ее образует. Только тень больше. Рома, подойди ближе к стене. Тень уменьшилась. Видите, размер тени изменяется в зависимости от расстояния между Ромой и источником света, или до стены. Размер тени изменяется в зависимости от расстояния между предметом и источником света, или до стены. Образование теней можно объяснить прямолинейным распространением света. Тень по форме точно повторяет предмет, который ее образует. А приходилось ли вам наблюдать еще где-нибудь образование теней? Конечно! Однажды я видел, как происходит лунное затмение. Лунный диск вдруг стал темно-красным, и я испугался, что он совсем исчезнет. Но старший брат объяснил мне, что луна просто попала в тень, которую отбрасывает Земля, освещаемая Солнцем. Твой брат был совершенно прав. Вот как выглядит лунное затмение. А я слышала, что еще бывают солнечные затмения. В этом случае луна частично или полностью заслоняется и отбрасывает свою тень на поверхность Земли. Полное солнечное затмение – явление очень красивое. При этом солнце имеет вид черного диска, окруженного нежным сиянием. Дневной свет становится настолько слабым, что иногда можно видеть на небе яркие звезды и планеты. Вот бы посмотреть! У вас все еще впереди. Затмения, особенно солнечные, представляют большой интерес для науки. Они дают возможность изучать свет от далеких звезд, а также некоторые процессы, происходящие внутри Солнца. Затмения, особенно солнечные, представляют большой интерес для науки. Они дают возможность изучать свет от далеких звезд, а также некоторые процессы, происходящие внутри Солнца. Когда происходит солнечное затмение, Луна частично или полностью заслоняет Солнце и отбрасывает свою тень на поверхность Земли. Полное солнечное затмение – явление очень красивое. При этом Солнце имеет вид черного диска, окруженного нежным сиянием. Дневной свет становится настолько слабым, что иногда можно видеть на небе яркие звезды и планеты. Когда Луна попадает в тень Земли, происходит лунное затмение. Лунный диск становится темно-красным. Продолжение следует... Молодец! Просто я фигуру так, чтобы получить тень, закрывающая этот рисунок. Молодец! А теперь попробую расставить фигуру так, чтобы получить тень, закрывающей этот рисунок. Продолжение следует... Продолжение следует...